всем привет меня зовут аня и вы находитесь на моем канале посвященным вязанию и в сегодняшнем видео хочу вам рассказать свои последние новости показать что связала что вижу и покажу вам свои последние приобретения и так на ваших экранах практически уже готовая работа осталось пришить пуговки чем я сейчас планирую заняться после съемки видео такие вот будут пуговки это самое лучшее что я нашла вообще планировала такие беленькие пуговки бусинки но если увижу где-нибудь такие то обязательно куплю и заменю ведь в принципе тоже неплохо смотрится в общем по этой кофте у меня уже практически готов мастер-класс точнее он уже весь отснят осталось мне его только смонтировать полностью она у меня в кадр не помещается но в ближайшее время скорее всего уже на следующей неделе выйдет мастер-класс по данному изделию эту кофту я вязала для дочки ей 2 года но кофточка ей с небольшим запасом и у меня ушло практически 4 матка я подробно в мастер-классе расскажу сколько понадобится пряжи но если вам кофта понравилась и вы планируете ее вязать вместе со мной то можете приобрести пряжу гернат джинс я вязала из нее либо другую подобную пряжу в мастер-классе я рассказываю как рассчитать изделие на люб под любую пряжу под вашу плотность вязания в общем очень я довольна данной кофты очень она интересно смотрится на ребенке я покажу вам в мастер-классе видео и либо фотографии как смотрится на модели в общем не буду сейчас подробно не останавливаться все увидите в мастер-классе и потом соответственно покажу вам данное изделие в готовых работах также хочу сказать то что не выходило у меня видео по готовым работам за май месяц потому что у нас стояла очень сильная жара собственно поэтому я так долго наверное вязала эту кофту снимал по ней мастер-класс был невыносим ничего делать даже кондиционер не спасал поэтому я решил то что сниму сразу такое видео за два месяца за мая и за июнь в общем дальше давайте перейдем к моим приобретениям первым моим приобретением была такая вот пряжа извините я пошуршу не хочу снимать пакетик чтобы пряжа не не попадал в нее мусор не пачкалась это пряжа ферджи xl думаю что я правильно прочитала купил я эту пряжу в интернет-магазине wildberries там есть еще такая пряжа xs но я взяла потолще здесь 300 грамм 110 метров планирую вязать сумочку для дочки тут вот я открыл немножко чтобы был видно цвет для этой пряжи я купил крючок номер шесть и забегая вперед покажу что еще купил крючки номер 7 и 8 это уже под другую пряжу также планировал я вязать обычную круглую сумочку но увидела в интернете а сейчас вяжут такие красивые детские сумки с такими вот картинками стала я искать в интернете где купить такую картинку это дерево и на ней идет цветная печать и нашла в одном магазине такие вот картинки с дочка вместе мы выбрали вот такую вот куклу лол единорог мне кажется на очень хорошо сочетается с цветом данной пряжи но чтобы не заказывать в интернет в магазине только одну эту картинку платить за доставку я выбрала там пряжу в этом магазине продается еще также и пряжа вот такая вот пряжа называется этот пряжа мята и сайт называется также по моему пряжа мята выбрала цвет называется вот цвет мог к вот кстати сайт если кому интересно эту пряжу я купила для того чтобы связать сумку для себя здесь вот как видите я уже начинал вязать с этого конца распустила и начала вязать из серединки для этой пряжи у меня куплен вот этот вот крючок потолще потому что пряжи тут немного толще здесь идет 100 метров на 300 грамм уже связала я половинку сумочки вчера так вот получается это процесс и еще давайте покажу что я купила для сумочек такая вот цепочка но мне кажется она будет кратковато придется наверное также заказывать в интернете потому что у нас больше я нигде не видела чтобы продавались подобные цепочки также купила вот такой вот два карабина в таком вот цвете вообще планировала вот к этой сумке использовать эту фурнитуру но мне кажется будет коротковато и для сумки которые будут вязать дочки купила серебряные два карабинчиком у меня они не очень нравятся потому что они такие хлипенькие и два вот таких колечка также наверное буду заказывать для дочки и для себя в интернет-магазине пока что еще не смотрела если у вас есть какие-то хорошие проверенные магазины с фурнитурой то оставьте пожалуйста мне на них ссылку в комментарии буду вам очень благодарна так еще немножко пошуршу покажу вам что купила для сумок это вот такая вот ткань покупала ее также в леонардо это вот я купила для того чтобы сделать подклад для вот этой сумочки вот видите как вот эти буквки сочетаются с пряжей вообще покупала я ее так скажем на глаз заказала вот эту пряжу в интернет-магазине пока она ко мне шла я ездила в леонардо и увидела то что там подается ткань и наугад подобрала мне кажется очень хорошо сочетается не знаю конечно будущее делать подклад для сумки или нет но в любом случае куда-нибудь она мне пригодится и еще сейчас покажу и купила вот такую вот ткань для подклада сумочки дочки мне кажется очень хорошо сочетается мятный цвет сочетается с мятной прядкой с этой стороны а вот этот вот нежно-сиреневый сочетается с прядкой вот с этой стороны мне кажется такая получится веселенькая сумочка красивая почему купила фиолетовый потому что не было такого мятного цвета и в общем самый подходящий был вот такой еще рассматривал желтый но почему-то остановилась вот на этом наверное потому что дочка любит такой вот сиреневый цвет но как ни странно пряжу она выбирала сама и выбрала мятную хотя там была также и фиолетовая и сиреневая так тоже не знаю буду делать подклад для вот этой сумочки но вообще планирую так это все что касается сумочек и сейчас покажу вам что купила еще зашла недавно в магазин fix price как видите вот это цена увидела там пряжу называется jasmine летняя серия здесь двести тридцать пять метров на 90 грамм и состав 80 хлопка 20 пулистер понравился мне такой цвет вообще он у них называется бивони но мне кажется цвет либо лососёвый либо персиковый в общем красивый цвет купила два таких моточка хотел связать себе майку вот связала образец получается такая достаточно плотненькая мне хотелось чтобы майка была более струящийся что ли в общем пряжи мне понравилось но вязать буду из нее что-нибудь другое пока что еще думаю что буду из нее вязать поэтому купила вот такую вот пряжу это уже в обычном магазине пряжа называется пехорка жемчужная здесь цвет это 18 персик и здесь 100 грамм 425 метров здесь я вязала забыла сказать образец на спицах 325 тут такие и рекомендуют спицы поэтому я на них связала думаю то что можно попробовать и на более крупных связать образец здесь жемчужную я вязала на спицах 275 плотно мне очень нравится такое эластичное струящиеся получается вот больше мне вот это вот пряжа для майки понравилось планирую вязать из нее майку купила один моток думаю что мне хватит но если вдруг не хватит то там в магазине такой пряжи много смогу докупить если вязали из такой пряжи напишите хватит ли мне на простую майку лицевой гладью одного мотка на размер 42 44 так это были все мои покупки и процессы также хочу сказать то что предыдущем влоге показывал вам такую серую бобинную пряжу хлопок и планировал вязать из него кардиган этот процесс я отложил потому что мне не нравится как то пряжа смотрится в полотне а точнее она хорошо смотрится в лицевой глади а вот в узорах мне не понравилось как она смотрится поэтому я решил что свяжу из нее что нибудь другое просто лицевой глади потому что пряжа в принципе неплохая только она не подходит под задуманным но мной процесс также хочу сказать большое спасибо всем тем кто писал мне под предыдущему видео как они пришивают юбки к кокеткам к вязаным мне не было времени просто всем ответить обязательно я зайду отвечу еще не пришивала но вот в ближайшее время займусь потому что скоро уже у дочки день рождения это было все наверное что я хотела вам показать и рассказать в сегодняшнем видео если вам было полезно данное видео если оно вам понравилось то ставьте лайки если вы впервые на моем канале и вам тут понравилось то обязательно подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео спасибо что досмотрели это видео до конца желаю вам ровных петель до скорых встреч пока 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 Продолжение следует...